Нас пригласили жители поселка Касцык. Дело в том, что в этом году, когда они приехали на кладбище, чтобы навестить своих родных, их ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, участки перед центральным въездом стали застраиваться. И в скором времени подъезд к кладбищу будет просто перекрыт. Кто дал разрешение на застройку санитарной зоны кладбища? Я сказал, что это было кальяльным решением принято. Чего опасаются местные жители? Я, например, боюсь за то, что за моих детей, внуков, за то, что может пойти эпидемия на поселок на весь. Почему санитарно-эпидемиологические нормы нарушаются повсеместно? Нам обещали, что здесь будет бетонное ограждение, бетонная стена будет двухметровая. Такого нет. Вот рядом дома. Это кладбище поселка Касцык. Принято считать русско-немецким. Несмотря на то, что здесь долгое время хоронили людей, несмотря на вероисповедание и национальность. Раньше сюда привозили только жителей поселка. Тогда кладбище было на окраине. Но незаметно поселок приблизился и дома построили сразу за оградой. Наши беспокойства начались с того момента, когда у нас был родительский день. Мы пришли сюда на родительский день. Здесь стоят дома. Здесь забиты колушки. Сейчас их убрали, кстати. Вот так вот. И все. Да, уже в колушке, ну типа это. И нас тут чуть ли не на кладбище не запускают. Уходите, что вы здесь делаете, вы здесь мусорите, вы здесь... Тем более у нас эпидемия в этом году. У нас на кладбище мы приходили ни с копом. Поучередно прибежали быстренько там своим родственникам. Положили там покушать, как у нас положено. И уходили мы здесь, не сидели, не гуляли, никаких, ничего не было. Они к нам давай претензию предъявляют. Территорию перед центральными воротами разделили на шесть участков под застройку. Кто-то даже приступил к строительству. Мы, говорят, здесь мусорим. Вон матрас лежит. Это интересно, кто принес? Покойники принесли этот матрас? Вот снимите его. Вот что он здесь лежит? Интересно вот так вот. У нас вот с этого все и началось беспокойство. Это что? Вот сейчас дом бы построили, мы бы на могилке не смогли. С той стороны не зайти вы уже снимали, с этой стороны мы бы не зашли бы. И что? Наша получилась бы это. Тем более сказали, мы сейчас огородим вот это все, и вы сюда в эти могилки будете через лог забираться. Это что такое? Вот это вот люди, которым дали землю. Теперь колышки убрали. Вот началось это. Дом никуда убрать не могут. Это в гравий, подсыпку они для себя уже сделали. Подсыпку они сделали, конечно. Подсыпку уже сделали. Мы там убираемся здесь. Они вот уже подсыпку сделали, все это. Старожилы отмечают, на этом кладбище почти у каждого захоронен родной человек. Геннадий Моисеевич ежегодно приезжает на кладбище посидеть на могиле сына. Прибраться у отца и брата. Люди на родительский дом здесь пробиться негде. Ну, в этом году был коронавирус, тут никого не было, понимаете что? Никого не было. Люди все-таки самосознательные, они... Вот у меня сын похоронен, вот он. Погиб на таджико-афганской районнице. И вот он дом. Вот он навалил здесь, говорит, дорогу хочу сделать туда. Ну, вы слышали, наверное, на ту улицу дорогу сделать. Да, мы подъезжали оттуда, машины, все. Вот, я думал, здесь туда немножко оградку повыедут. Думаю, там еще будет место кладбище, калиточку сделаю, все. Сейчас не подъедешь, вы же видели, оттуда не заедешь. Оттуда только вот к нему во двор заедешь, больше не заедешь никуда. Получается, прямо за кладбищем чей-то двор? Чей-то двор, да. Он же говорит ребятишкам негде играть. Ага, на кладбище ребятишки играет, ну как так? Это же вообще немыслимо, ничего. Он у меня отец с 92-го года похоронен. Вот, где сиреневые кусты. С 92-го года. Сын с 95-го. Вот брат лежит, 97-го года похоронен здесь. Назвать кладбище бесхозным нельзя. Долгие годы всем поселком ухаживали за ним. Но и какой-либо дирекции здесь нет. Не ведется отчет захоронений. Сегодня сюда для погребения привозят людей из города, говорят местные жители. Приезжают с города, хоронят. Приезжают с Карасу, хоронят. Приезжают с Водника, с Бурундая. Ну, наше кладбище, это кладбище для всех, наверное. Никто, здесь нет хозяина. Был бы кто-нибудь хозяин, мол, кто-то приехал хоронить. Ага, пожалуйста, документы, все, где, кто, откуда. Ну, а кого хоронят, чего хоронят, никто ничего не знает. То есть так было всегда? Так было всегда. И так оно и сейчас есть, понимаете, что? И сейчас так же. То есть никто не берет документы на предоставление земли? Никто. И никто в Акимат не обращается. Приехали, нашли вот участок, свободное место. Похоронили, все. Дома вокруг этой территории начали появляться года два-три назад. Уже тогда местные жители забеспокоились. Как же так? Ведь не положено так близко строить. Но на их обращение никто не обратил внимания. Сейчас же конфликт разгорается между старожилами и жителями новостройки. Это буквально началось года два-три назад. Года два-три назад. Да. Ну, я же не подписал документы вот этому дому, чтобы он здесь построил. Подписал Аким, наверное, правильно. Документы-то выдавают. Вот они, ну, они пришли бы сами, посмотрели, какой участок дают. Сколько метров от кладбища и все прочее. Ну, так же не бывает. Тем более воды нет. Сейчас он пробурит скважину. Тут будет трупный яд, понимаете? Он же сам отравится. Так что надо навести вот этот порядок. Мы просто вас очень просим, помогите нам. Очень просим. Решите эти вопросы вот эти вот. Местные жители обеспокоены, что буквально через забор пользуются колодцами. Как бы это не спровоцировало в районе вспышки инфекции. Ведь согласно санитарным нормам, кладбище должно находиться в тысячи метрах от жилой застройки без центрального водопровода. Я, например, боюсь за то, что за моих детей, внуков, за то, что может пойти эпидемия на поселок на весь. Кажется, все смешно и, ой, не будем это сносить. В Акмолинской области снесли же поселок, убрали поселок. Из-за такого же. Вот даже если поднять документы, оно такое есть. Снесли поселок же. Убрали, жители куда-то перенесли. А сейчас из-за того клочка земли весь поселок потом страдать будет. Не через 10 лет может быть. Это сейчас такое творится. Вот вы говорим, снесите. Они говорят, нет, нам дали. Вот засыпают лоб. Вот на могилке прям засыпают. Вот, вот. Видите же? На забор засыпают. Все, пожалуйста. Вот сейчас даже идет коронавирус. Вот кажется. Кажется элементарно. Это же пневмония обычная. Это же, ну что? А сколько людей уже умирает от этого? Просто так. На ровном месте. А это все-таки. Тут скважины, воду пьют. Эта территория была отведена под кладбище еще в 80-е годы. На общем собрании жителей Касцык. Здесь находились поля, принадлежащие животноводческому комплексу поселка. От самого поселка участок находился на достаточном расстоянии. Ну вот в 1987 году, 7 января, Гиль Вальдемар Гербетович, ну, умер. Ну, он у нас основатель вот этого Касыка, самого Касыка. Он пришел к нам директором. Ему лет 35 было. Он основал улицу Аитова. Он построил дома школьные. У нас очень был животноводческий комплекс очень большой. И когда вот он умер, ну, и икона Турналевича, и сельские жители, ну, посоветовали, чтобы его похоронили в этом поселке именно. Потому что поля были, принадлежали к Касыку. Вот его самого первого сюда и положили. Вот. И как получается, как основатель этого кладбища. Ну, после этого уже умирали люди. Потом мы собирали деньги на ограждение. Потом дети вот со школы, это, приходили вот эти вот, что деревья, акации, карагач. Это все сажали, вот дети приходили как-то. Нина Ивановна и предположить не могла, что когда-нибудь ее не будут пускать к могилкам родных людей. Да и само кладбище будет под угрозой сноса. Сейчас конфликт в том, что даже мы на свое кладбище, мы приходим, и на нас, жители, которые живут 20 метров от кладбища, построили дом, на нас возмущаются. Зачем вы сюда приходите? Зачем вы тут будете строить? Ой, что вы здесь будете? Мусорите вы здесь. Вы уходите отсюда, мы ваше кладбище бульдозер подгоним и все, вот, влог снесем. Вот так говорят нам, когда мы приходим сюда. Вот как вот эта жительница, которая сейчас возмущалась, вот так и возмущается потом, что мы приходим сюда и мусорим. Мы приходим на это кладбище 2-3 раза в год. На родительский день, на троицу и когда день рождения у наших близких и родственников. Приходим вот в эти дни. Для разъяснения ситуации была назначена встреча с руководством района. К жителям приехал Аким поселка Бурундай Таньяр Толеуханович и главный архитектор Ильисского района Дархан Толеббергенович. К слову сказать, в 2007-2008 годах, когда эти земли раздавались под застройку, эти должности занимали другие люди. Объясните, как получилось так, что не соблюдены санитарные нормы и участки выделили прямо в притык к кладбищу? Это кладбище образовалось в 1988 году. Эти земельные участки, вот то, что вокруг кладбища, они были предоставлены в 2007-2008-2009 годах. У нас в 2010 году была разработка генерального плана пригородной зоны города Алматы и были утверждены в 2010 году только. С этого момента уже установили санитарно-защитную зону кладбища 300 метров по периметру существующего кладбища. Хотите сказать, до этого таких правил не было? Ну, установили согласно генеральному плана, да. А в 2006-м какие правила были относительно кладбища? Ну, я имею в виду то, что предоставлены были земельные участки. Давайте начнем с этого. Нет, ну это же важный момент. На тот момент... То есть в 2006-м какие правила были? В 2006-м... В 2006-м, то есть разрешалось строиться возле кладбища? А в 2010-м запретили, что ли? Нет, в 2010-м году были разработаны генеральные планы, и там были установлены ограничения, в том числе санитарно-защитной зоны кладбища. А, это в генеральном плане было? Да, да, да. До этого этого не было. Смотрим санитарно-эпидемиологические требования к проектированию и содержанию кладбища. Согласно требованиям от 15 марта 2005 года, там четко написано. Кладбище должно размещаться на расстоянии 300 метров от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санитарно-курортных зон. Размер санитарно-защитной зоны для закрытых кладбищ не должен сокращаться по истечению кладбищенского периода. На территории санитарно-защитной зоны проектируемых и действующих кладбищ не допускается строительство жилых и общественных зданий. Но, несмотря на это, был разработан и утвержден план генеральной застройки. Я бы хотел еще сказать, что до 2016 года, 1 января, действовало согласно статье 77 закона об архитуре градостроительной деятельности. Были жилые дома оформлены по приемке в эксплуатацию. Там, получается, процедура жилых домов, собственников принимали меры в отношении собственников и были зарегистрированы в органах юстиции. То, что вот по поводу вокруг этих, вокруг кладбища. В смысле, дома официально зарегистрированы и оформлены? Да, вот это вокруг. Шесть участков, которые не раздали в 2008 году, предоставили для ведения личного подсобного хозяйства в 2017 году. Именно эти участки закрывают проезд к кладбищу. Здесь землю выдали им, или они купили, или как, чья это земля? Это же была государственная земля? Были предоставлены, да. Были предоставлены Акимом сельского округа, да? На тот момент, видите, там это коллегиально было принято решение. Там не только один... Это когда им предоставили? В 2017 году. То есть в 2010-м правило ввели, в 2017-м об этом знали, но землю предоставили. Получается так, коллегиально решили, что ай, пусть строят, да? Нет, ну, сейчас этот дом, допустим, он строится без разрешительных документов, то есть не были разрешительны ни АПЗ, ни согласования скидного проекта, так как этот дом незаконно будет подан иск, ну, уже подали иск. А земельные участки здесь какого назначения? Личное подсобное хозяйство. Личное подсобное хозяйство. Ну, мы будем уже, местные исполнительные органы, получается, будут уже материалы подготовлены и будут подавать иски в суд об отмене. А им предоставляли на каком основании? Я сказал же, это было коллегиальным решением принято. Жители возмущены, как можно было коллегиально принять решение о выдаче участков в санитарной зоне кладбища. Следующий, как сказали, в 2011-м году уже был разработан, кем-план утвержден и, согласно этому, были предоставлены. Ну, для радости произведения хочу сказать, что на тот момент был другой аким, то есть, как все это предоставлялось, дадут оценку, правую оценку правоохранительные органы. То есть, на данный момент сейчас идут заключения, готовятся к обедным органам, то есть, вернее, земельным комитетом, земельной инспекцией по Алматинской области. И по результатам она будет передана правоохранительным органам. То есть, правую оценку будут даны. Дополнительные будут сомнены. Ну, касаемо водоснабжения, конечно, здесь поселок, это, вернее, новостройка, она еще в процессе развития. То есть, в перспективе у нас уже запланировано строительство центрального водоснабжения. То есть, все эти дома будут обеспечены центральным водообеспечением. То есть, получается, вопрос о том, чтобы дома снести, вообще не стоит. Как бы людям на законном основании их предоставили, они построили, оформили. Сносить их никто не будет. Решение по шести участкам, загораживающие путь к кладбищу, обещали отменить. И максимум, что возможно сделать, огородить кладбище бетонным забором. Огородим, конечно, потому что это все равно будет какое-то зонирование. То есть, от населения будет отрезано. То есть, от соседей, так скажем. В этой цели сейчас районным акиматам будут выделены средства. То есть, сейчас мы ожидаем проведения сессии Масхата, где будет утвержден бюджет. И, соответственно, выделены средства, мы построим соответствующее ограждение глухое. То есть, как вы сказали, высотой там 2,2, пожарный заезд, соблюдение всех условий. Со слов главного архитектора, когда принимался план детальной планировки района, о кладбище никто не знал, так как оно официально не зарегистрировано. Получается, план делался без выезда на место, что тоже странно. Мы прошли вокруг кладбища. Видно, что расстояние от жилых домов вдоль кладбища сокращается, если сначала она составляла 20 метров, затем 2 метра. А у этого двора с кладбищем общий забор. Новоселов такое соседство тоже не устраивает. Здравствуйте. В чем вы нас опьяняете? Я ничего не говорю. Оттуда мусор к нам где-то бросаете. Вы же молчите. Вам сказано, что убирается этот мусор, поджигается. Вы тут пришли. А что, покойники бросают мусор? Нет, подожди, вы здесь земли, вы все бросаете сюда. Здесь расшвалка, что ли? Дети живут. Как вам не стыдно? А нам не стыдно. Знаете, это похоронные вещи, вы сюда, на нашу территорию, где мы живем, бросаете. Что вы говорите? Тут не должен стоять дом, 300 метров от кладбища. По закону Республики Казахстан. Значит, вы не соблюдаете законы Республики Казахстан. Никто не соблюдает. Женщина, ничего не надо доказать. Всех надо наказать. От начинающих и до сегодняшних начальников. Не заметили, забыли или не знали о существовании и вот этого мусульманского кладбища. Здесь выдали землю буквально в 20 метрах от забора. Удивительно, что и второе кладбище не заметили, хотя оно находится в центре поселка и является действующим. По данным местных жителей, здесь уже захоронили около 20 человек с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Территория русско-немецкого кладбища и ближайшие жилые дома расположены в 50 метрах от места сейсмического излома, что может привести к эпидемиологической катастрофе в случае ЧС природного характера. Мы проехали по пригороду и заметили, что эти случаи не единичны. Не соблюдается санитарно-защитная зона и в поселке Коксай. Кладбище здесь находится с 1960-х годов, а вот дома построили вблизи буквально в последнее десятилетие. По словам старожилы, лет пять назад по частную застройку отдали и землю кладбища. Теперь дома находятся прямо за забором. Дома там рядом, недалеко. Новостройки, да? А вот старые дома, нормально. Старые дома далеко, а новые поближе, да? Новые, которые в последнее время построили, да? Да, в последнее время продали. Наши землю же продают. С той стороны старые кладбища. Там только загораждений нет, но старые кладбища. Не знаю, еще во время рыбалки что-то хоронили. В непосредственной близости от кладбища появилась и новостройка в поселке Жамбыл. Новоселов при покупке земли заверили, что кладбище старое и уже давно закрыто. Но как оказалось, что захоронения там продолжаются. Более того, это кладбище единственное в этом районе. Возник конфликт интересов. Вот последний раз, когда я им писал письмо в 2019 году, мне ответили, что да, действительно, не соответствует нормам. И вода тоже не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому для принятия решения они направили мою жалобу в Акимат. Но в Акимате до сих пор не приняли решение. В Акимате мне сказали, что до сих пор у них на руках нет документов этого кладбища. Госакта на это кладбище нет. В архиве нигде не нашли. Чтобы закрыть, мы должны открыть кладбище. По документам открыть, потом закрыть. Мужчина переживает, что в поселке нет централизованного водоснабжения. И местные жители вынуждены пользоваться колодцами. Как правило, неглубокими, от 20 метров. Как бы это ни привело к распространению инфекции. А сейчас уже пандемия, эпидемия. Сейчас уже раздельного погребения нет. Всех в одно место. И здесь уже, да, вот сами видите, столько новых погребений появилось. И до сих пор оно там расширяется и продолжается в сторону домов. Вот это нас очень волнует. А у вас вода здесь в колодце скважина на каком расстоянии? Расстояние с 20-30 метров. По данным местных жителей, кладбище существует с 60-х годов. Но документов на него, как и на кладбище в Каст-Цике, тоже нет. Не ведется и учет захоронений. Никаких дорожек, благоустройств, там воды из крана, ничего здесь нет. Мусорки элементарно, да? Элементарно мусорки даже нет. Дирекции есть у этого кладбища? Дирекции, наверное, нет. Здесь только мула и эти, которые копатели. Нам обещали, что здесь будет бетонное ограждение, бетонная стена будет двухметровая. Такого нет. Вот рядом дома, и это сеточное ограждение сами люди сделали. Мы хотим, чтобы это кладбище закрыли, законсервировали. Чтобы это кладбище дальше не расширялось в сторону наших домов. Старожилы против закрытия кладбища. Во-первых, здесь захоронены их предки. Во-вторых, это единственное кладбище в поселке. Навстречу в Акимате разыгрались нешуточные баталии. И опять вопрос остается открытым. Как под застройку попали участки, относящиеся к санитарно-защитной зоне. Вот мы о том же. Мы можем огородить высотой 2 или 3 метра, чтобы они нас не видели. Правильно? Чтобы они нас... Мы уже сколько лет назад огородили сеткой. Когда мы хранили, там никого не было. Никого не было. Никого дома не было. Да-да-да, правильно. Никого дома не было. Люди пришли, смотрят, все правильно. Там у нас население растет, а места мало. Мы все правильно идем. Сторожно. Да. Ну как положено, мы так и говорим. Мы хранили. Да. Они сами виноваты. Когда они видели, что здесь кладбище, что стоит ограждение сетки, они молчали. А теперь сколько лет прошло? Сколько лет прошло, когда они пришли, но она жалуется. Согласно второй главе санитарно-эпидемиологических требований к проектированию и вводу в эксплуатацию кладбищ объектов похоронного назначения. Пункт 3. Не допускается размещать кладбище на территориях, затапливаемых, подверженных оползням и обвалам. На берегах водоемов первой и второй категории, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных мероприятий. Кладбище в поселке Жамбыл находится на возвышенности. И дождевые стойки от него попадают в речку. Кладбище в поселке Касцык находится на линии разлома земной коры и в месте подверженным оползням и обвалам. Строительство жилых домов здесь также запрещено. Так как вопрос касается санитарно-эпидемиологической безопасности населения, мы обратились в Управление контроля качества, безопасности товаров и услуг Элийского района. Первое, что нас интересовало, какое воздействие оказывают кладбище на окружающую среду. Конечно, оказывают влияние на почву. Не без этого, потому что труп разлагается, идут химические какие-то выделения, трупные леды. И идет, поэтому это размер санитарно-защитной зоны, именно для действующих кладбище сделали 300 метров. Обосновали научно и так далее. Второе, и что немаловажно, участвовало ли данное ведомство разработки плана детальной планировки поселка Касцык. Мы сейчас отводим земельный участок по строительству индивидуальных жилых застроек, промышленных объектов, кладбищ. Не занимаемся, потому что у нас нет такой функции. Этими вопросами занимаются местные исполнительные органы, архитектурная служба, которые на основании СНИПа, градостроительства, планировки, застройки населенных пунктов, размещают населенные пункты. И согласно вот этого даже СНИПа, там тоже предусмотрено, что санитарно-защитная зона от жилых, от первого жилого дома до кладбища территории должно быть не менее 300 метров. То есть архитектурная служба, когда разрабатывает план детальной планировки, архитектурная служба, там другие проектные организации, они же ориентируются в основном на строительные нормы и правила. Оно не противоречит санитарно-перемогическим правилам, поэтому они должны были соблюдать. Нормы о том, что санитарно-защитные зоны кладбища от жилых застройок должны составлять не менее 300 метров, существуют у нас еще со времен Советского Союза. Тогда правила были детально прописаны. В последующем же приняли новые правила, но расстояние в 300 метров осталось. Согласно санитарным требованиям, которые разрабатываются научными исследовательными институтами по наблюдениям, по наблюдениям санитарно-бедимственной станции и других организаций, разрабатывают санитарные требования с целью безопасности для людей. Поэтому они разрабатывают санитарные правила. Кроме того, предусматриваются санитарно-защитные зоны от определенных групп объектов, в том числе и для кладбищ. Согласно санитарных правил по санитарно-защитной зоне, предусматривается расстояние санитарно-защитной зоны от кладбища до жилых застройок, детских дошкольных учреждений составляет не менее 300 метров. То есть наобоснованно и научно доказано, что на расстоянии 300 метров кладбище не оказывает негативное влияние на жизнедеятельность людей. Жители поселка Костык также обратились в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области. В частности, вопрос касался пробуренных артезианских скважин во дворах жилых домов, а также расположения детского сада в непосредственной близости от мест захоронения. Ответ их удивил. Согласно ему, улицы Карасай-Батыра, Муканова и Трансугурова подключены к центральному водоснабжению. Как мы помним из интервью с Акимом, водоснабжение только планируется проводить. Ну, касаемо водоснабжения, конечно, здесь поселок, это вернее новостройка, она еще в процессе развития. То есть в перспективе у нас уже запланировано строительство центрального водоснабжения. То есть все эти дома будут обеспечены центральным водоснабжением. Согласно ответу управления образования, садика в непосредственной близости к кладбищу вообще нет. Садика в непосредственной близости к кладбищу. По улице, вот сюда и сюда к нам. Сегодня у жителей Касцык уже есть промежуточный результат. К управлению по контролю за использованием и охраной земель было направлено письмо в Акимат поселка Борондай об отмене решения Акима по земельным участкам, которые были выданы на территории зеленых насаждений общего пользования. Акимат поселка Жамбыл обещал решить ситуацию в ближайшее время. Как мы заметили, что долгие годы при разработке плана детальной планировки не учитывались санитарно-эпидемиологические нормы. И сегодня местным исполнительным органам придется выбирать либо закрывать кладбище, либо переносить населенные пункты. Это была программа «Обо всем без купюр». Вместе мы можем многое. Продолжение следует...